Всем привет! Сегодня у нас в обзоре вот такой тазик 10 копеечных монет, а точнее на выходных я был на барахолке, купил бутылку из-под шампанского и она была набита этими всеми монетами, десюльками. В общем я монеты пересмотрел и попалось кое-что интересное, но об этом чуть позже. Итак, я ее купил за 60 гривен и скажу вам уже по секрету, я отбил эти деньги. Затем человек мне дал вот такой пакетик, это у нас из-под молока и здесь были еще вот такие монетки, если я их также продам, то я уже отобью эту покупку. Вот даже вот эти юбилейные рубли уже отбивают. И плюс вот то, что я здесь отложил, вот это вот, вот такие полтинники, на них также потихоньку появляется рост, потому что их заново не прибавляется, а только уменьшается. Ну я выбрал такие максимально, то что можно либо поштучно, либо насобирать по 5, по 10 монет и выставлять, как я люблю так делать. Или же даже можно выставить вот это вот одним лотом, попробовать также продать. А вот эти, скорее всего, что пойдут на общую кучу. Я их собираю по 5, по 10 килограмм и у меня есть люди, которые выкупают их. Поэтому можно потихоньку закупать вот такие неликвидные монеты, неинтересные и формировать такой вот большой объем. Итак, еще попалась монетка, вот такой полтинник 68 года. Вы можете посмотреть в интернете, также потихоньку набирает стоимость. Она, конечно, низкая, но все равно приятна. Там 5, 10 гривен, 15 и даже 20 гривен людям удается продать. Поэтому обращайте внимание, 50 копеек 1968 года. Вот такой полтинничек. Как раз могут начинать новички, как я говорю в некоторых роликах, вот с таких дешевых монет. Вы, постепенно покупая их, поймете, ваше ли это направление, будет ли у вас получаться. И уже сделаете определенные выводы, как я сделал когда-то. Итак, в результате переборки мне попалась вот такая вот просто шикарная монета. Это 10 копеек 1968 года. Я ее отмыл и состояние просто суперское. Состояние вообще. Вы посмотрите, 10 копеек 1968 года. Монетка просто шикарная. Вот так вот можно заработать, проинвестировав 60 гривен. А в итоге мы получили вот такую замечательную монету. Цена этой монеты составляет, если выставлять по фиксированной цене, то в таком состоянии, я так думаю, где-то 1000 гривен, не меньше. Коллекционеры любят такие монеты, гоняются за такими. Поэтому ценник ниже по-любому не может быть. Есть, конечно, состояние там, где похуже, но и цена, соответственно, будет такая. Ну вот и считаете, мой ориентировочный доход около 1000 гривен. Поэтому на рынках, на барахолках нужно пристально обращать внимание. Может быть, даже иногда стоит и рисковать покупать предметы. Но я, допустим, никогда не перебираю, особенно вот такие тазики с монетами. Потому что это нереально долго. Я тоже потратил, наверное, часа два, может где-то три, пока мисс перебрал, отмыл эту монету. Но сохран великолепный, просто шикарный. Вот такой джекпот попался. Волшебные бутылки из-под шампанского. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!